Это хорошо, мы начинаем, то есть, собственно говоря, продолжаем. Мы в прошлый раз прочитали введение или ИГРЭТ, послание, которое предшествует путеводителю растерянных. Ну и, в общем, мы основные мысли этого введения с помощью, в том числе, комментариев Миши Шнайдера, мы вроде бы поняли. То есть, он, с одной стороны, рисует нам образ идеального ученика, который обладает определенными познаниями и определенными интересами. И, помимо этого, уже в самом введении затрагивается, собственно говоря, вот эта тема, тема, которая в дальнейшем будет рассматриваться как растерянность. Эта растерянность, она может быть связана действительно с тем, что Рамбам скажет в самом введении. А с точки зрения Миши Шнайдера уже здесь появляется эта самая некая растерянность, которая связана с тем, что вот этот самый идеальный ученик, крайней мере, слышал, да, слышал о Каламе, слышал о Матакалимонах, то есть слышал о рационалистической теологии, да, которая на определенном этапе и рейской культуры, и исламской культуры, в каком-то смысле считалась адекватной религиозной философией. И, на самом деле, с точки зрения Рамбама, никуда не годится такого рода религиозная философия, да, в силу развития аристотелизма, а именно Аристотеля и его коммутатора. И поэтому, собственно говоря, самый ученик должен, в общем, к этим знаниям постепенно прийти. Ну, и я хотел прочитать еще маленький фрагмент из этого посвящения с комментарием Миши. Потому что мы в прошлый раз эти комментарии пропустили. И вот увидел я, что ты требуешь от меня еще и еще, просишь разъяснить тебе вопросы, относящиеся к теологии, сообщить о воззрениях, про термин теологии мы читали, сообщить о воззрениях Матакалимов, вот это как раз Калам. Являются ли пути их на заключении доказательными, а если нет, то к какому искусству они относятся. Ну, и об этом мы тоже говорили, да, что значит доказательные. Доказательные, а именно аподектические суждения, которые выводятся из аксиом, и правила вывода тоже являются доказательными. А есть другого рода искусство, искусство построения селогизма, которое относится к диалектике, к риторике, к поэтике в том числе. И именно про это я хочу прочитать комментарий Миши. Если нет, то к какому искусству они относятся? И вот комментарий Миши. Майманин подразумевает здесь типы дискурса, не являющиеся аподектическими, которые также рассматриваются в аристотельском органоне, а в средние века именно среди арабских комментаторов Аристотеля органон включал также риторику и поэтику. У самого Аристотеля это не так, а вот его комментаторы средневековые включили и риторику, и поэтику в органон. То есть они понимали, что любая речь, любые типы речи, они должны быть построены по определенным правилам. То есть если я занимаюсь доказательством, это искусство аподектики. Если я занимаюсь вероятностными высказываниями, то это искусство диалектики. Если я занимаюсь убеждением кого-то, то это искусство риторики. Если я занимаюсь развлечением кого-то, то это искусство поэтики. То есть это разные типы дискурса, и в каждом из них есть свои правила построения утверждений или пропозиций. Ну и он имеет в виду, конечно, в первую очередь диалектику и риторику. В отличие от аподектики, они порождают не истинные и достоверные, а только правдоподобные вероятностные высказывания этой диалектики или убедительные суждения. Да, это риторика. Ну и дальше Миша говорит, что логика – это монолог чистого разума о чем необходимо на заключении, приходящего к единственному возможному выводу. Диалектика занимается сферой возможного и реализуется как диалог между противоположными тезисами. Поэтому, собственно, она называется диалектикой, да, это вопросы-ответы, каждый из которых отстаивает свое право на существование, то есть на правдоподобие. А в риторике коммуникативный аспект преобладает, и она предполагает наличие аудитории, судей, народного собрания и так далее. Которую говорящий стремится убедить и привлечь на свою сторону. И в трактате о логическом искусстве, это раннее произведение Маймонида, Маймонида пишет, что диалектический силогизм основывается на общепринятых посылках. Общепринятые посылки, в отличие от аподектики, это не самые очевидные для разума аксиомы, а то, что принято среди людей. А риторические – на принятых, то есть опирающиеся на традицию. А в чем разница между общепринятых посылках и принятых посылках? То есть и то, и другое вроде бы принято. Но на иврите, например, когда Шмуэль Бантимон переводит эти два термина, он говорит о мэфурсамот и мэкубалот. Мэфурсамот – это то, что известно всем, то есть стало распространилось, слово персум, распространение. А мэкубалот – это то, что принято. Общепринятые – это то, что мы бы назвали каким-то консенсусом, никто особо и не принимал, а просто это распространено. А вот риторические – на мэкубалот. Мэкубалот – это то, что я воспринимаю как авторитетное высказывание, а это я принимаю на себя. Это разные, на самом деле, сферы. И, в общем, нам пригодится вот это различие. Различие между теми посылками, которые называются мэфурсамот, то есть распространенными, консенсуальными, и теми посылками, которые называются принятыми на веру, то есть в силу той или иной традиции, того или иного авторитета. Риторические приемы используются в сакральном тексте, и в главе 26 мы этого видим. И поэтому учет законов риторики необходим для его правильной интерпретации. То есть Миша здесь забегает немного вперед, сразу говорит о том, что не следует думать, что маймонит не уделяет должного внимания другим типам дискурсов. Есть дискурс доказательный, это, собственно говоря, дискурс философов. Они пользуются аподектическими суждениями, которые основаны на определенных аксиомах и правилах. Но на самом деле важны и другие. И диалектика, и риторика, и, возможно, даже поэтика. Они тоже на самом деле важны, поэтому здесь он называет их искусством. К какому искусству они относятся? На иврит это переводится обычно как малаха. Малаха – это ремесло, к какому ремеслу относятся. Но можно искать, конечно, что это своего рода искусство, то есть знание того, каким образом строятся эти суждения. Почему они важны? Потому что маймонит прекрасно понимает, что Тора говорит не только и не столько, вообще нет, то есть не аподектическими суждениями. Поэтому знания о том, как строится другого типа суждения, они очень важны, в том числе и риторика, важны для правильной интерпретации описания. И дальше он замечает следующее. Выяснение того, как Рамбом оценивал, как применял различные виды дискурса, является насущной задачей интерпретации маймонитовского текста. И здесь в скобках я скажу, что действительно вот эта перспектива, которую здесь Миша намечает, она была не только им, но и другими исследователями, наверное, подмечена, что на самом деле для понимания в принципе путеводителя растерянных необходимо осознать, то, каким образом Рамбом относился к различным видам дискурса, потому что перед, до определенного периода такая точка зрения, что для него аподектические суждения были приоритетными, и он остальные как бы не ставил в грош, она неверная. И действительно уже после того, как вышла эта книга, было написано немало статей относительно отношения Рамбома диалектики, к риторике, то есть вот это замечание Миши Шнайдера относительно того, что здесь есть некая исследовательская задача, требующая своего решения, было воспринято, то есть не то, чтобы это все услышали Мишу, но, по-видимому, это было в каком-то смысле на веление времени, и многие исследователи этим действительно занимались. Во всяком случае, поверхностным впечатлением Будда Маймонит признавал только доказательные знания нуждаются в серьезной корректировке. Это то, что мы сказали. Ну и дальше он приводит ряд работ, которые были написаны в тот момент или до того, как вышла эта книга, она вышла, перевод Миши вышел в 2000 году, но работал он достаточно долго над ним, и поэтому, когда основная литература, которую он использует, эта литература написана в 90-е годы, если не считать более ранних, классических каких-то работ по творчеству Маймонита. В общем, можно сказать, что Рамбан признает легитимность различных видов дискурса при условии строгого соблюдения границ между ними. То есть Рамбан подгонял значимость каждого из этих дискурсов. Он говорил, что нужно применять их в соответствующем месте. И Мутакалимов, то есть Калам, в том числе Саадюгов, он подвергает резкой критике как раз за то, что у них диалектика вторгается в сферу, где возможно, следовательно, единственным допустимым является доказательное знание. И за подмену истинной правдоподобиям в принципе, да, он их и критиковал. Почему? Потому что подмена истинной правдоподобиям ведет в конечном счете к софистике. Диалектические суждения говорят о правдоподобном, выносят вердикт правдоподобности, который может быть противопоставлен на какая-то другая собственно правдоподобная истина. И если я остаюсь на уровне как бы диалектического дискурса, то у меня доказательного знания как бы и нет. А там, где это возможно, необходимо как раз доказательное знание, говорит Миша о Маймониде. И за это как бы он и критикует, Маймонид критикует, ну так, Алимов. Можно сравнить Ибн-Руш, да, говорит нам Миша. Это действительно сравнение, которое постоянно следует иметь в виду. Ибн-Рушт – это более молодой современник. Они жили, в общем-то, примерно в один и тот же период времени. Ибн-Рушт чуть младше. Относительно того, был ли знаком Ибн-Рушт с произведением Маймониде мы не знаем. И наоборот, тем более, по крайней мере, Ибн-Рушт нигде не упоминается у Маймониде, но сама тенденция радикальной философской интерпретации религии и у Ибн-Рушта, и у Маймониде присутствует. Поэтому, в принципе, они оказываются достаточно близкими по своим задачам и тенденциям мыслителям. Ибн-Рушт, когда он был переведен в XIII веке на иврит, в общем, оказывал достаточно серьезное влияние на развитие еврейской философии средневековой. В каком смысле, Нид-Валин не такой же, как и сам Маймонид. Во всяком случае, он воспринимался теми радикально мыслящими, философски радикально мыслящими еврейскими авторами, примерно как бы говорящим о том же самом, о чем говорит Наймонид. И у него есть произведение, которое называется «Рассуждение, выносящее решение относительно связи между религией и философией». И там он как раз говорит о трех разрядах читателей. То есть это риторики, широкая публика, диалектики – это представители Калама, и аподектики – это философы. То есть те, кто различает, с одной стороны различают эти типы дискурса, а с другой стороны ориентируются в большей степени на аподектическое знание. И у многих авторов Калам выступает чуть ли не как синоним диалектики. Действительно, так оно и есть. И некоторые, действительно, в некоторых произведениях еврейских авторов, собственно говоря, представители Калама так и называются диалектиками. На еврите это ницуах. Слово ницуах означает диалектика. Но это то, что я хотел добавить в качестве примечания Миши здесь. И, может быть, имеет смысл прочитать. Пури, извините, пожалуйста, а можно вопрос? Да, конечно. Вот я сейчас открыла книгу «Послание и другие труды». Здесь есть послание Раби Юсефу по поводу разногласий с главой Ешивы. И здесь вот в конце есть вот такая фраза. «Получил я всю пару, все, что написал Ибн Рушт о книгах Аристотеля, кроме книги о восприятии воспринимаемом. И показалось мне разъяснение его хорошим, но не нашел я до сих пор свободного времени, чтобы изучать все его книги». Ну, замечательно. Он все-таки знал. То есть, да, но он, нет, то, что он знал о существовании Ибн Рушта, да, но знал ли он его труды, как мы видим, он получил, прочитал, неизвестно или нет, то есть что-то там он блеснул. Но я имею в виду, что в его произведениях ссылок на Ибн Рушту нет, да, что вот Ибн Рушту, он, например, цитирует очень много Альфа-Раби, он цитирует Ибн Баджу, иногда даже редко Ибн Син, а вот Ибн Рушту он не цитирует. Ну, возможно, просто потому, что он получил, как он пишет эти произведения, уже после того, как были созданы его основные труды. То, что он знал о существовании Ибн Рушта, это точно так же, как Ибн Рушт прекрасно знал о существовании Рамбана, но и у Ибн Рушта тоже нет прямых отсылок и цитат из Рамбана. Спасибо. Значит, здесь он говорит, что вот я увидел, что ты воспринял некоторые из них от другого учителя, что ты в растерянности, вот это растерянность, о которой говорил Миша, здесь, что это растерянность другого рода, нежели та, о которой он будет говорить чуть дальше, и одолела тебя сомнения. А твоя благородная душа требует от тебя найти драгоценные речи. Вот по поводу этих драгоценных речей тоже есть примечание Миши, которое, мне кажется, важным. Смысл, в котором Маймонит употребляет здесь эти слова, можно выяснить, обратившись к другому его сочинению. Комментарий к Мишне, мы с вами читаем, да, Маймонит пишет о трех типах отношения к Агаде, сказаниям и притчах мудрецов. Большинство, понимая, видите, он здесь сравнивает, сравнивает, относительно аналогичные трихотомии его и бунружда, то есть три типа отношения к Агаде Миша предлагает соотнести с тремя типами слушателей или аудитории, которые мы встречаем в бундуже. Большинство, понимая Агаду буквально, поднимает ее на веру, своему невежеству, не смущаясь тем, что такое понимание противоречит тому постигаемым истинным. Другая, также многочисленная группа, это те, кто ввиду данного противоречия отвергают Агаду, объявляя мудрецов невеждами и клубцами. И, наконец, третья, их очень мало, осознавая величие мудрецов и непреложенность ему постигаемых истин, понимают необходимости насказательной интерпретации Агады, раскрывающей ее эзотерический смысл. В том, что нужно соотносить это с трихотомией и бунружда, я не уверен, но как бы, это разные все-таки вещи, то есть просто любопытно то, что есть стратификация на аудитории, но она разная. Маймонит говорит в заключении, но если ты из тех, кто принадлежит третьей группе, если встречая какой-либо из изречений, неприемлемое для разума, ты задерживаешься на нем, зная, что оно представляет собой иносказание и притчу, если ты останавливаешься на нем, сосредотачивая свои помыслы и напрягая свою мысль, в поиске иносказательного толкования, заботясь о том, чтобы найти истинный путь и правильное воззрение, как сказано, найти драгоценные речи, написанные верно слова истины. Вот здесь как раз встречаются эти самые драгоценные речи, то есть Миша указывает нам на то, что в путеводителе растерянных упоминаний этих самых драгоценных вещей, которые, это аллюзия на слова экклезиаста, мы можем найти, в том числе и в комментариях к Мишне, где это говорится о тех людях, которые умеют правильно оценить, правильно прочесть агодические высказывания мудрецов Талмуда или Драшот и так далее. Толкование Маймонида основывается на контексте, в котором появляется это изречение экклезиаста, и сверх того, что экклезиаст был мудрый, он еще учил народ знанию, взвешивал или выслушивал и исследовал и составлял многие притчи, и старался экклезиаст найти драгоценные речи и описанные верно слова истины. Слова мудрецов даны от единого пастыря. И здесь понятное замечание, что автором экклезиаста считается царь Соломон, которого Маймонида рассматривает как представителя философской эзотерической традиции одного из крупных еврейских философов. Ну и дальше я же неизменно отказывал тебе в этом, то есть прояснить отказывал, да, он просил прояснить слова мудрецов, и Маймонида говорит, что постоянно отказывал, наставляя придерживаться постепенности в притяжении, ибо стремился к тому, чтобы истина была обретена тобой присущим ей путем, а не к тому, чтобы тебе досталось достоверное знание о случайном образе. И здесь тоже важное примечание, которое мы не успели в прошлый раз прочитать. Здесь случайное это акцидентальное, то есть сопутствующие сущности, превходящее, случайное, на иврите иногда это привод как микре, микре это институт случай, противоположное субстанциональному относящимся к сущности. Но важно то, что ниже Миша говорит, требование познать истину присущим ей путем в первую очередь это требование логики, достоверное знание эпистемы и противопоставляется недостоверному мнению. Есть эпистемы, есть доксы. Например, почему здесь важно об этом говорить, потому что есть у нас книга «Саади, верование и мнение». А мнение скорее всего будет переведено как раз как доксы. Эпистемы не есть простая осведомленность о том, что дело обстоит таким-то образом, а знание того, что дело не могло обстоять иначе, что оно с необходимостью такого, какого оно есть. И по мнению Аристотеля единственный способ превратить необоснованное случайное знание в достоверное это обосновать его при помощи силогизма, то есть корректного дедуктивного умозаключения. И вот это знание не исключено, правда, что Саадия, вы помните, мы говорили об этом, Саадия говорит о том, что мы для того, чтобы наше мнение укрепилось и стало адекватным, нужно как раз найти необходимое знание. возможно, что он подговорит тоже то, что мы должны прийти не просто к полученному знанию, вот что-то узнал, а каким-то образом осознать его обоснованность и его необходимость, неотвратимость и так далее. Но это как раз говорит о процессе, то есть знание не может быть получено просто так, потому что кто-то сказал, знание должно быть доказано, обосновано, и человек, который не понимает обоснования знанию, он не обладает собственно говоря знанием как таковым или обладает им случайным образом, и это то, чего опасался Рамбом, как бы согласно этому посвящению, когда беседовал со своим учеником, а тот просил его расскажи мне, расскажи, скажи мне тот и тот, нет, нет, постепенно, то есть ты сразу какие-то вещи сразу невозможно узнать, нужно двигаться постепенно, и ты придешь к нужному знанию. Ну хорошо, значит, теперь мы переходим к видению, видению первой части, у Маймонеда есть каждой части и свое видение, и вот видение первой части связано с рядом стихов писания, это Псалом и две цитаты из книги Притч, объяви мне путь тот, по которому идти мне, ибо в тебе вознес я душу, к вам, может, взываю голос мое человеческим, преклони ухо свое, слушай слова мудрых, и сердце свое обрати к моему учению. Это не более, чем отсылка к тому же самому Соломону, которому приписывается книга Притч, и, возможно, царю Давиду, которому приписывается авторство Псаломов. И эти две фигуры для Маймонеда безусловно важны, поэтому он как бы свое видение предпосылает словами этих двух библейских персонажей. Первая цель. Видите, что Миша здесь делает примечание, может быть, предмет первый, тема первая. Действительно, слово цель может быть не совсем правильное здесь. Первая цель всего трактата – разъяснить значение имен употребляемых в пророческих книгах. Некоторые из этих имен суть имена многозначные и невежда воспринимают их согласно одному из значений, в которых употребляется это многозначное имя. Другие метафорические, которые были истолкованы в том первичном значении, в котором была образована метафора. А есть еще и неопределенные слова, которыми можно счесть, употребляемыми однозначно, а можно счесть многозначно. То есть одно из главных тем, я предпочитаю все-таки перевод здесь тема, предмет всего трактата, а не цель, это разъяснение значения имен. Ну, разъяснение значения имен мы это и у Саади считают, что на самом деле для понимания английского текста необходимо филологическая работа. Здесь вроде бы это похоже на то, что говорит Саади, а именно одна из проблем сакрального текста это многозначность имен. Некоторые из них из этих имен, то есть есть разные типы имен, некоторые из них многозначные, буквально общие, совмещенные, совмещающие, он переводит как Мишута Фин, и не связанные друг с другом значения. Здесь Миша пишет очень правильно, что следует иметь в виду, что у Аристотеля термин аммоним означает предметы, носящие одинаковое имя, а не само имя. То есть коса-коса у Аристотеля, коса женская и коса, с помощью которых косят траву, они являются аммонимами. Не само слово коса является аммонимическим, а именно предметом. А в современной лексикологии аммоним определяется как разные слова, звучащие одинаково, но не имеющие общих элементов смысла и не связанные ассоциативно. Это как бы простой тип многозначности, аммонимический тип, да, то есть слова, ну вот типа коса-коса, да, и невежды воспринимают их согласно одному из значений, в которых употребляется это многозначное имя, что значит невежды. Невежды не знают другого значения, не пытаются примерить его, и у них возникает искаженное восприятие того, что написано. Здесь тоже Миша пишет важное замечание. Различные смыслы многозначного слова образуют иерархию от поверхностного обыденного смысла, связанного с чувством воспринимаемой реальностью, до наиболее глубокого внутреннего смысла. И невежда понимая слова священного текста в их внешнем смысле, по сути, неправильно его читает. Ну, это как бы понятно, хотя на самом деле сама аммонимия, она вроде бы не иерархична. Возможно, что здесь имеются под вот этим именами совмещенными, возможно, имеются в виду нечто иное, нежели просто аммоним. примером то есть примером такого рода может быть классическое слово, которое как раз мы видели в переводе Мейера Левинова «форм». Мейер Левинов что сделал? Перевел это слово как идея. Почему он это сделал? чтобы читатель не воспринял форму как просто форму, потому что это вообще-то говоря, форма аристотельская это не форма внешнего вида, это сущность вещи, но используется слово форма. И возможно, когда Рамбом говорит, по крайней мере с точки зрения Миши, когда он говорит о третьих самых аммонимах, он говорит о такого рода случаях, они в каком-то смысле форма внешняя, форма как сущность они не имеют ничего общего, а человек со стороны читая может подумать что имеет. Другие имена есть, другой тип многозначности это метафорические имена. Метафорические это муж алим на иврите миста арабском буквально заимствованные слова взятые взаймы у исходного значения для обозначения переносного смысла. Здесь снова Миша приводит нам Аристотеля. У Аристотеля как мы видим немножко иная лексикография, то есть он оперирует не столько именами, сколько предметами, которые означают эти имена. Но заимствованные эти имена, они в общем более-менее понятны. То есть метафора понятна. Ну например ножка стула. Ножка стула это не ножка, то есть это не нога в прямом смысле, а горлышко бутылки. Я обычно привожу это как пример мертвых метафор, потому что они перестают восприниматься как метафора. То есть есть метафоры, которых мы знаем, что не метафора, а есть те, которых мы забываем уже, что не метафора. Но само по себе заимствование понятно. То есть когда я говорю про устье реки, я говорю о том, что вот это место, оно похоже на уста. И поэтому называю это устьем. Вот это есть самые заимствованные имена, но опять же невежда может забыть о том, что это метафора или не знать этого, и истолковывает это в первичном значении. Главное получается, что за губа здесь, что за уста здесь, какие здесь уста, вроде речи про реку. И он может себе представить какого-нибудь водяного, который выплывает оттуда и показывает свои уста от реки. Так сфантазирую. В любом случае это может привести к неправильному пониманию текста. Есть и неопределенные слова, которые можно исчесть употребляемыми однозначно, а можно исчесть многозначными. Вот эти имена, которые называются сомнительными, буквально, мисупакин, машкаха на арабском. Это неопределенные слова. Или амфиболии, как их грамматики называют, схоласты называют это аналогии. Но по определению аммонида есть общее название предметов, характеризующие их общие свойства, которые, однако, не являются для них сущностями. Например, слово человек по отношению к живому человеку и к статуе человека. То есть я говорю человек, имею в виду статую какую-то, или я говорю человек, имею в виду живого человека. И я могу говорить об отражении человека, о портрете человека, не только остатку. Ну понятно, да. И вот эти слова, они являются словами сомнительными в том смысле, что я могу в зависимости от контекста или понимания того, что имеют в виду высказывающие, я могу воспринимать их как однозначными, я могу воспринимать как многозначными. Значит, вот эта классификация имен, которая здесь приведена, она по сравнению с тем, что мы видим, например, в искусстве, в логическом трактате и в логическом искусстве Маймонида, она недостаточно полная, но, возможно, Маймониду сейчас нет надобности нам представлять полную как бы классификацию самых разных имен. Для него важно подчеркнуть то, что его трактат, значит, главная одна из первых задач первых тем его трактата является разъяснение вот этих самых многозначных элементов. Тем самым мы начинаем понимать, что этот трактат в общем какой, то есть это не философский трактат, если не считать, что философия у нас в начале XX века приобрела так называемый лингвистический крен, он называется лингвистическим поворотом философии, да, собственно, внимание к языку оказывается основополагающим, философия рассматривается сквозь призму языка, но до XX века естественно это было не так, то есть кто занимался языком, языкознанием, языкознанием занимается логика, грамматика, грамматика как часть логики, да, то есть это разъяснение того, каким образом мы говорим, но помимо всего прочего, конечно, этим занимается и то, что можно было бы назвать экзегезой или герминевтикой, для того, чтобы истолковать текст какой-нибудь, да, я должен иметь в виду вот эту самую многозначность, ну и как мы сейчас увидим, собственно, для понимания текста и нужно знать вот эту самую многозначность, ее исключать, потому что если я неадекватно воспринимаю многозначные имена, то я могу неадекватно воспринимать текст. Целью данного трактата, видите, вот это я поэтому здесь предпочел бы перевод не цель, а тема, предмет, да, потому что здесь снова возникает цель, целью данного трактата не является разъяснением всего этого широкой публики и новичкам в теоретических науках или обучения тех, кто не изучал ничего кроме закона, я имею в виду анастический аспект, ведь предмет настоящего трактата, как и всех подобных им сочинений и есть истинное знание закона, но закон имеется в виду торы, да, торы, то есть интерпретация священного текста и он говорит о том, что я не собираюсь объяснять это широкой публике, я не собираюсь объяснять это тем, кто еле-еле не образован в теоретические науке, не овладел ими, как вот тот самый ученик, о котором речь шла в посвящении и если человек ничего кроме Аллахии не изучал, то я пишу этот трактат вовсе не для него. Миша здесь замечает, что закон имеется в виду закон в роком смысле слова, то есть учение данное божественным откровением и которое определяет систему ценностей, образ жизни, религиозной общины и в классических еврейских переводах путеводителя дается вместо этого тора, что соответствует собственно говоря действительно тому, что Мамианит хочется сказать. Ну хорошо. Теперь назначение данного трактата. то есть вот это и есть цель. Видите, здесь много разных слов, которые как бы перекрывают одно другое, то есть по сути дела получается, что можно было бы сказать, что задачей является интерпретация вот этих многозначных слов. кроме того, это все написано не для широкой публики, а примерно для таких ребят, которому обратился, похожих на того, кому обратился в рамбом своем посвящении. А теперь собственно говоря, речь идет о том, для чего этот трактат. Назначение же данного трактата наставить благочестивого мужа, чьей ее душой воспринято и в чьих убеждениях упрочилась истинность нашего закона, истинность нашего закона должна быть им усвоена, человека, чье благочестие и моральные качества совершенны, и который при этом сделал предметом своего умозрения философские науки и постиг их смысл, и увлек его человеческий разум, и указал путь в свои края. Но заградил ему путь внешний смысл закона и то понимание многозначных, переносных или неопределенных имен, которые он перечислил, которому некогда пришел он сам или то, которому его учили. То есть вот наставление этого благочестивого мужа с определенными качествами, какие моральные, он совершенен, он не подвергает сомнению закон, Ту-Стору, но проблема его в том, что он начал изучать теоретические науки, то есть философию, и как бы пошел по пути философии. и тогда внешний смысл закона, это очень важно, то есть внешний внутренний смысл закона, который, собственно, Маймонит и собирается прояснить, а внешний смысл закона, который возникает из-за неправильного понимания многозначных, переносных, неопределенных имен, у меня возникает внешнее представление о Торио законе, и вот этот внешний смысл преградил мне путь к дальнейшему обучению. Почему? Потому что оказался этот человек в растерянности, вот, собственно, еще раз этот термин, который мы уже встречали в посвящении, в растерянности и сомнении, следовать ли ему разуму, отвергая то, чему, по его мнению, учат упомянутые имена, и полагая тем самым, что отвергает основы закона, либо оставаться с тем, что он понял из них, не следуя за разумом. То есть ему как бы возникает дилемма, да, вот закон вроде бы противоречит тому, что он усвоил из теоретических наук, из философии, и ему остается лишь выбрать продолжать изучение и в каком смысле наплевать на закон или наоборот оставить эти попытки и придерживаться закона. Его проблема в чем и растерянность, как мы теперь понимаем, она связана с чем? Она связана с тем, что он понимает внешний смысл закона, а не внутренний. В последнем случае, если он как бы пренебрег разумом и вот этим путем философии, ему придется отвергнуть разум, отвернуться от него, осознавая вместе с тем, что он приносит вред самому себе и подрывает свое благочестие. Ему придется остаться с этими фантастическими верованиями, ощущая тревогу и подавленность в неизбывном сердечном сокрушении и великой растерянности. То есть, если человек выберет внешнюю, своенную, внешнюю часть, внешнюю сторону, так сказать, закона и решит, что в философии дальше двигаться нельзя, иначе закон треснет, не выдержит и его придется выбросить, и он, чтобы сохранить этот самый закон или Тору бросает разум, то он окажется в таком состоянии фрустрации очень-очень серьезным. Ну, хорошо, здесь нескольких технических примечаний, Миша. Мы сейчас их могу не читать. Кроме того, предлагаемый трактат имеет и вторую цель. Опять же, не цель, видимо, лучше сказать, да, потому что цель, вот она цель, вот задача. Кроме того, трактат имеет еще и вторую тему, наверное, тему, предмет, так же, как толкование многозначных имен, толкование глубоко таинственных аллегорий, содержащихся в пророческих книгах, и притом не оговоренных явно как аллегорий. Так что невежде или глупцу представляется, будто они могут быть поняты буквально, и нет в них скрытого смысла. Другими словами, у нас по сути дела, вот эта многозначность, о которой говорит Наймонита, она двойная. Это многозначность имен разного сорта, которая приводит к неверному пониманию сказанного, а также многозначность более объемных, так сказать, блоков текстов. Аллегории, аллегории, это уже какие-то предложения, это уже не слова, а предложения, или даже ряд предложений, которые тоже являются многозначными, то есть и там, и там мы имеем дело с многозначностью, только вопрос какого рода единица, мы пользуемся, либо единицей, в качестве единицы берем имя, или слово, или в качестве единицы берем некий нарратив, некий фрагмент нарративный. Рамбан говорит о том, что и там, и там есть многозначность, и там, и там есть возможность ошибки, собственно говоря, именно поэтому я и буду заниматься этими вещами. Однако истинно мудрый, всмотревшись в них, вот в эти нарративные фрагменты, истолковав их буквально, придет сильнейшую растерянность, опять это растерянность. Когда же мы объясним ему те аллегории, или хотя бы обратим его внимание на то, что перед ним аллегория, он обретет верный путь и избавится от растерянности. Поэтому я и назвал предлагаемый трактат путеводителем растерянных. Растерянность мы видели двойная, то есть растерянность это растерянность человека, который не знает, за что ему держаться, за философию или за опору, за закон. И вторая растерянность это растерянность проявляется следствием непонимания, следствием непонимания отдельных нарративных в данном случае, про имена он это не говорит, а вот нарратив может меня привести в растерянность. Почему? Потому что если я понимаю его буквально, я ошарашен. Возможно, что я ошарашен именно потому, что я обладаю какими-то философскими знаниями, а может быть и нет, может быть я просто ошарашен и говорю, что такого не может быть. Вы помните, наверное, такой пример, который приводил Сааде, писание, которое противоречит разуму, и которое он предлагал тоже толковать иносказательно, правда он не говорил про аллегорию, он говорил про маджаз, он называл это маджаз иносказательное толкование. У Рамбома аналогом того термина, который он использует, машаль еврейский, но так или иначе этот нарратив, который в качестве примера предлагал нам Сааде как противоречащий разуму, он звучал так, например, Господь огонь пожирающий. Это маленький нарративный кусочек, это не одно слово, а маленький нарративный кусочек, который с его точки зрения должен повергнуть нас в сильнейшую растерянность, потому что Бог разве огонь, Бог не может быть огнем, понятно, что он ни в коем случае не похож на огонь, тогда мне нужно каким-то образом это истолковывать, ну, например, я могу понять, как эллипсис это выражение, поэтому это не обязательно аллегория, это может быть любая другая фигура речи, которая должна быть понята адекватным образом, поэтому Сааде это называется маджас, насказание, но вот одна из таких фигур, это эллипсис, я могу сказать, что имеется ввиду, что гнев Бога, как огонь пожирающий Бог, а гнев Бога, здесь речь не идет о его сущности, а речь идет о его проявлении, так сказать, не уверен, что Рамбон с таким толкованием вот этого, этой фразы согласился бы, но так или иначе он тоже говорит о многозначности и возможной растерянности, в которую человек пойдет, если поймет вот эти нарративные фрагменты буквально, и дальше он говорит так, я не утверждаю, что трактат разрешит все запруднения для того, кто понял его, однако он утверждает, что он разрешит большую часть или большинство трудностей и наиболее серьезные из них, и потому пусть не требует от меня разумеющий, пусть не надеется, что во всех случаях, когда мы приступаем к изложению определенного предмета, мы завершим его, или начав разъяснять смысл какой-либо аллегории, мы исчерпаем все, что содержится в этой аллегории, это недостижимо ни для одного мудреца, даже в устной речи, напрямую обращенную к собеседнику, как же изложить это письменно в книге, не сделав ее мишенью для всякого невежды, который возомнит себя ученым и вздумает метать в нее стрелы своего невежества. Обзац с несколькими смыслами, да, сначала Иоанит говорит следующее, что я не собираюсь решить вообще всевозможные сложности, встающие перед тем, кто читает Тору, Тору в широком смысле, или тот, кто принимает еврейский закон, и у кого возникают вот эти самые растерянности, сомнения, либо в силу противоречий с его научными познаниями, либо в силу просто кажущейся неадекватности этого текста. Он говорит, я не собираюсь все объяснять, и даже наиболее серьезные проблемы, я их тоже не коснусь, и поэтому не нужно надеяться, что я до конца изложу то, что я хочу изложить. Я не буду доходить до изложения аллегории. Даже не найдитесь. И неожиданно он здесь говорит, это недостижимо ни для одного мудреца, даже в устной речи, напрямую обращенную к собеседнику. То есть получается, что окончательное объяснение, возможно, не всего, а некоторых наиболее серьезных методов, невозможно даже в устной речи. Почему он говорит даже в устной речи? Потому что на самом деле, с его точки зрения, устная речь, устная тора, это не что иное, как попытка такого рода объяснения. Собственно говоря, еврейская традиция, как он говорил над Мишней тора, есть письменный закон, есть интерпретация этого письменного закона, который является устным законом. Устный закон и есть попытка такого рода объяснения. И по идее, собственно, так оно и должно было продолжаться. Устная тора должна была длиться устная речь, обращенная напрямую к собеседнику, учитывающая его уровень, его способность восприятия, его ментальное состояние на тот момент, когда с ним собственно учитель разговаривает. Вот это все возможно в устной речи и невозможно естественно в письменном, поэтому как бы устная речь предпочтительнее, чем письменная. Но Рамбам говорит здесь о том, что до конца объяснение до конца оно невозможно даже ни для одного мудреца. И дальше неожиданно делает поворот. Как же изложить это в письменной книге, не сделав ее мишенью для всякого невежды, который разомнит себе ученым и сдует метать в нее стрелы своего невежества. Неожиданно он от того, что не надейся, что я до конца тебе расскажу и так далее, и от невозможности этого до конца разъяснения, он переходит к тому, что письменной речи, письменно изложить это, тем более невозможно, но здесь, кроме всего прочего, есть еще и опасность того, что тебя начнут набить. И мы остаемся здесь в некотором недоумении, то есть Рамбом не рассказывает до конца, он говорит, что он будет, не требует меня окончательного объяснения, это потому, что невозможно, или это потому, что в тебя Рамбома начнут метать стрелы, то есть он делает это из каких соображений, из соображений существа-предмета, которые невозможно объяснить до конца или адекватно, или же он делает это из-за того, что опасается вот этих самых стрел невежд, которые будут подвергать письменный текст, поскольку письменный текст открыт для всех, будут подвергать его критике. Вот довольно такой заковыристый абзац указывает, ну, с моей точки зрения, по крайней мере, он указывает на два, уже сейчас мы сейчас увидим в дальнейшем это прояснится в еще большей степени, он указывает на несколько аспектов эзотерического так называемого эзотерического письма Рамбол. Я уже, по-моему, говорил об этом, скажу еще раз, что эзотерическое письмо, философское эзотерическое письмо, оно имеет несколько, ну, несколько, скажем так, причин, обоснований. Ну, например, когда Платон в своем послании с Сиракузского Матерана пишет о том, что я посылаю тебе, значит, разъяснение определенных вопросов мироустройства, но не вздумай показывать это кому-то другому, потому что они с нами начнут издеваться, и я написал это таким образом, чтобы было не очень понятно, но, то есть я оказываюсь, философ оказывается заботящимся о своей репутации, о том, чтобы о нем не сказали, что он диод полный и так далее, и поэтому ему приходится прибегать к неким иносказаниям, чтобы скрыть то содержание, которое он хочет передать другому. Это один вариант. Второй вариант, который мы встречаем как раз у арабских аристотеликов, например, у Ибансины, это забота о получателе информации. Ибансина говорит, что если я расскажу все, как оно есть, то это подорвет основы веры, многие люди отступят от религии и так далее, поэтому нужно говорить с ними непрямо, но иносказательно. Это тоже будет эзотерическое письмо, которое теперь уже связано с заботой не о подателе информации, а с заботой о получателе информации. Ну, а есть еще один тип эзотеризма, который связан с информацией как таковой, то есть если я говорю о том, что есть тип информации, который невозможно передать дискурсивно, что передается, что я не могу это объяснить, тогда это еще один тип эзотерического письма, где я хочу, я не хочу, у меня все равно ничего не получится, все равно я не смогу рассказать прямо, мне приходится говорить об этом как бы аллегорически, метафорически, не то, чтобы избегая прямой речи, я просто не в состоянии прямой речи это выразить. Ну, и вот в этом абзаце возможно мы видим две, два аспекта из этих трех, а именно забота о получателе информации, то есть как бы говорит о том, что если я письменно изложу все, как я могу изложить, то меня начнут критиковать и так далее, поэтому я не буду этого делать, то есть прямо не выражу свою мысль, а с другой стороны он говорит о том, что это недостижимо, даже в устной речи недостижимо, значит есть какие-то вещи, о которых я не могу говорить, просто потому что прямо о них ничего не скажешь. Ну хорошо, в наших аллахических сочинениях мы уже изложили кое-что из этой области и коснулись намеков многих вопросов, имеется ввиду комментарий к Мишне, Миша здесь пишет, хотя комментарий к Мишне это не единственная книга, есть еще Мишна Тора в аллахических сочинениях, возможно он имеет ввиду и то, и другое, ну в частности видите, Миша пишет предисловие комментариям на текстаты Сангедрина и Авод, который мы с вами читали, или Мишна Тора в частности разделы основополагающие законы Торы, которые мы тоже с вами читали и законы о покаянии, из которых мы тоже фрагментов читали, вот он говорит, что мы уже изложили кое-что из этой области и коснулись намеком, намеком коснулись многих вопросов, мы упомянули там, что учение о начале массы бережит, есть не что иное, как наука о природе, то есть физика, а учение о колеснице, масса меркова, теология или метафизика, мы помним, да, как Миша нам комментировал, это слово выше, да, слово теология, которое, собственно, начает божественную науку, то есть метафизику, мы разъяснили изречение мудрецов, гласящие не толкуют о колеснице даже в присутствии одного слушателя, но только тому, кто обладает мудростью и понимает своим умом, передают начало глазу, это цитата из трактата Хагига, да, и действительно об этом говорит, да, что эти темы являются темами эзотерическими, их можно излагать в какой-то особой форме, форме начала глав, и только тому, кто способен каким-то образом это воспринять, несмотря на то, что прямо ничего не сказал. Ну, давайте прочитаем здесь примечание Миши по поводу того, что же означают эти массы берешит, массы меркава в талмудических источниках. И он здесь говорит следующее, то есть мы знаем, что учение о начале это первые стихи Торы, учение колесницы это толкование ведения Хецкеля, первая глава. Дальше Миша говорит, на основании отрывочных сведений из талмудических источников, не поддающихся к тому же однозначному толкованию, состоять представление о характере и содержании этих учений затруднительно. То есть, что они значили для мудрецов Талмуда, мы толком сказать не можем. В период поздней античности и раннего среднего эпоха с ними связывались теософские концепции, ангелология, различные виды мистической медитационной практики, возможно, теургических действий с буквами, священными именами. И Миша здесь нас отсылает к литературе, которая называется литература Игайхалот, литературе чертогов и цифер и цера, и шуру-кума, и вот вся та литература, которая условно можно отнести к мистической литературе талмудического периода. И получается, что масса Меркала связана каким-то образом с этим. Помимо всего прочего, мы знаем, что в этой литературе чертогов рассказывается о людях, мудрецах Талмуда, которые осуществляли путешествия на этой колеснице. Они назывались Йордея Меркава, спускающиеся на колеснице или поднимающиеся на колеснице. И поэтому вроде бы из соответствующего контекста этих произведений и в силу того, что они были созданы примерно в то же время, что талмудическая литература и приписывались эти путешествия тоже мудрецент Талмуда, мы могли бы сказать, что это относится к ангелологии или к мистике, или к магии определенной, или обращению со священными именами. И действительно каббалисты, как Миша продолжает, видели в них определенный этап существовавшего от века и передававшегося из уст в уста каббалистического учения. А философы, рационалисты средневековые это разъясняли их с философией. То есть это и Рамбаб, собственно говоря, и делает. Ну, и Миша приводит комментарий к Мишне, к трактату Хагида, он говорит так, Майманит, выслушай меня то, что, как полагаю, удалось мне выяснить, изучая речения мудрецов. А именно, что они называют учением о начале естественной науки и проникновения в начало сущего. Под учением о колеснице они подразумевают божественную науку, то есть теологию или физику, которая представляет собой рассуждение о сущем как целом, о существовании творца, его знания, атрибутах, о происхождении от него сущих, об ангелах, душе, разуме, соединяющемся с человеком, то есть активном интеллекте, и о том, что будет после смерти. Это примерно все то, что было изложено, как вы помните, в Мишне Тора в самом начале. И в Мишне Тора, дальше Миша продолжает, Маймонит относит к учению о колеснице тематику первых двух глав основополагающих законов Тора, и мы с вами как раз их читали, где излагаются доказательства бытия Божия, его единства, интерпретация антропоморфных выражений писания о Боге, проблема атрибутов, учения материальных формах ангелов, помните, формах отделенных от материи. Следующие две главы, где излагаются учения о небесных сферах, о земном мире, четырех стихиях, растительных животных человеческой душе, Маймонит относит к учению о начале. То есть получается, что колесницы это до небесных сфер в каком-то смысле, или включая небесные сферы, но имея в виду отделенные интеллекты. Небесные сферы, как мы помним, состоят тоже из материи, как он в Мишне тоже говорил, только материи другого сорта. И получается, что все, что имеет то или иное материальное выражение, это то, что относится к учению о начале, то есть на соберешит. И такое отождествление имеет, по-видимому, следующее происхождение. Сущее подразделяется на четыре онтологических уровня. Четыре. Мир, возникновение, уничтожение, это наш земной мир. Неизменные формы, небесные сферы. Нематериальные формы, это ангелы, то есть отделенные интеллекты. И необходимо сущие, это Бог. Вот четыре онтологических уровня. и получается, что физика учения о природе занимается первыми двумя уровнями миром возникновения уничтожения и небесными сферами и охватывает этим самым учением о начале, то есть масса обережит. А метафизика, первая философия, теология, божественная наука, занимается двумя высшими уровнями и соответствует Самиркова, которая трактует ангельскую колесницу как подножие божества. То есть вот эти ангелы или отделенный интеллект воспринимаются как подножие божества и поэтому собственно говоря набиваются колесницы. Ну это на самом деле мы это уже все читали как бы говорили да здесь Миша еще раз в каком смысле подводит этому итог и наводит порядок определенный да теперь мы понимаем значит где масса миркова где масса бережит с точки зрения рамбом ну и значит рамбом говорит о том что мы разъяснили уже изречение мудрецов гласящие да что передает только тому кто что-то понимает так что и ты не требует меня чего-то кроме начала глав раз мудрецы говорили об этом предмете то есть по сути того необходимо демосущим да и об отделенных интеллектах ангела они говорили что об этом можно сказать только начало так что и ты не требует меня чего-либо кроме начала глав и даже эти начала расположены в настоящем трактате не упорядочены и последовательно а в разброс перемешку с другими предметами числа тех что я собираюсь излагать ибо моей целью было чтобы истины то проглядывали в нем то вновь скрывались дабы не противиться божественному замыслу замыслу того кому противиться невозможно и кто сделал истины особо причастны к постижению его сокрытыми от людской толпы как сказано тайны господа для боящихся его здесь снова возникает вот этот парадокс на который мы уже выше обратили внимание с одной стороны внимание говорит что я специально буду непоследователь то есть я касаясь вот этих тем тем массы меркова здесь прямо масса меркова идет я касаясь этих тем не буду излагать их последовательно порядочно они будут у меня появляться то там то всем почему ну чтобы не противиться божественному замыслу а дальше он говорит замысл того кому противиться невозможно если невозможно противиться то делай как хочешь хочешь излагай упорядоченно хочешь излагай не упорядоченно все равно ничего не получится ты что сказал что прямо все равно про это ничего сказать нельзя поэтому не нужно стесняться излагай прямо но все равно у тебя ничего не получится поэтому зачем же добавлять еще и свою беспорядочность к тому что все равно в порядке определенным изложить невозможно вот этот нюанс здесь присутствует либо мы утверждаем что такого рода знания невозможно выразить дискурсивно ну и тогда неважно как я его пытаюсь выразить либо все-таки я что-то могу сказать по этому поводу но для того чтобы сохранить так сказать эзотерический подход для того чтобы не знаю не навредить себе или не навредить тому кто получает эту информацию я все-таки завуалирую вот у нас получается есть определенная такая неопределенность определенная неопределенность в том о каком аспекте эзотерическом говорит Трамп о аспекте невозможности дискурсивного выражения информации или все-таки о заботе его получателю или подателе информации но дальше это немножко усугубляется зная что даже среди того что касается природных вещей то есть он переходит теперь от метафизики к физике от Мааса Меркова к Мааса Берешин значит даже среди того что касается природных вещей невозможно публично преподавать некоторые начала в их истинном виде как гласит известное тебе изречение мудрецов не толкует о начале в присутствии двух слушателей то есть Мааса Меркова даже в присутствии одного не толкует ну разве что он такой-сякой и можно ему передать начало глав о начале то есть о физике не толкует в присутствии двух но если бы кто разъяснил подобные предметы в книге то он тем самым толковал бы о них перед тысячами людей если я в книге начну разъяснять то тогда получается что я открываю это для всех потому даже эти вопросы излагаются в пророческих книгах посредством аллегорий также и мудрецы благословя на их память говорили о них загадками и аллегориями следуя примеру писания ибо между этими предметами и божественной наукой существует тесная связь с предметами которые являются физикой и божественной наукой которые являются метафизикой существует тесная связь так что они тоже относятся к числу тайн божественной науки, и получается, что, да, если физика и метафизика каким-то образом перекрывают друг друга, да, то это общее, то есть они не разделены совсем, да, вот физика, вот метафизика, они как бы вот так перекрывают друг друга, да, если не рисовать два кружочка, то у них есть нечто общее, и вот это общее, оно тоже относится к числу тайн божественной науки. И, значит, с одной стороны, я, Маймонит говорит, в книге не могу об этом говорить, мудрецы запрещали, запрещали они в силу, по-видимому, заботы о получателе информации, например, да, но дальше снова звучит вот этот мотив, и не думай, что эти великие тайны ведомы до глубины и до конца кому-либо из нас. Не так это, но порой на мгновение блеснет перед нами истина, и нам покажется, будто настал день, но затем скроет ее материя и привычки, и мы снова окажемся в беспосветной ночи, почти в таком же положении, как в начале. Так что мы подобны тому, перед кем время от времени вспыхивает молния, но он все же пребывает в очень темной ночи. Есть среди нас такие, перед которыми молнии вспыхивают одна за другой, так часто, что им словно бы светит постоянный меркнущий свет, и ночь для них превращается в день, таков уровень величайших из пророков, которым было сказано «А ты останешься со мной», то есть Моисей, и о котором сказано «Осталось сиять лучами лицо его». Есть и такие, для кого вспышки молнии разделяются большими промежутками, а есть такие, для кого вспыхнула молния единожды за всю ночь. Таков уровень тех, о ком сказано «Пророчествовали они», но не повторилось это. У иных вспышки молнии разделяются большими или меньшими промежутками, большими или меньшими промежутками. Некоторые достигли только того уровня, когда мгла освещается не молнией, а блестящим предметом или чем-то вроде этого, из камней и тому подобных вещей, светящихся в ночной темноте. И даже этот слабый свет сияет для нас непостоянно, то вспыхнет, то погаснет, подобно сиянию меча вращающегося, намек на ангелов, которые вращают мечом и не дают пройти к древу жизни. То есть здесь Рамбан говорит уже о собственном человеческом постижении, которое оказывается ограничено в силу того, что человек материален, во-первых. Во-вторых, в силу того, что у него есть определенного рода привычки. И видите, Миша пишет о привычках как помехи для познания. Мы видим в тридцать первой главе. И вот эти свойства человека и моего материальность и определенного рода привычки не дают ему возможности восприятия этих предметов. То есть восприятие этих предметов, оно всегда является своего рода дискретным. Даже тогда, когда беспрерывно мелькает молния, это все равно мелькание молнии, а не постоянный свет. Ну, уже не говоря о других вариантах, которые он перечислил, что это может быть даже и не молния сверкает, а просто какой-то фонарик там у человека. То есть есть разные уровни восприятия этих предметов. Поэтому заранее он говорит, что даже если я хотел рассказать, все равно я, собственно говоря, что даже если представить себе, что я нахожусь на уровне моей серии, все равно это знание является знанием пульсирующим, так скажем, а не постоянным, ускользающим. Ну, я еще раз подчеркну, что мы могли бы на это стоять, но тогда пиши уже как хочешь, пиши то, что знаешь. И в любом случае получится, как бы, да, что ты не находишь этому адекватного выражения. В соответствии с различиями между этими состояниями различаются ступени совершенно. «Но те, кто ни разу не узрел света, то на ощупь пробирается в своей ночи, и о ком сказанном не видят они и не понимают и бредут во тьме, те, для кого истина полностью закрыта, несмотря на ее великую ясность, как сказано, и ныне не узрели они свет, ярок он на небесах, те суть скопища черни, о которой не место даже упоминать в этом трактате». То есть Маганин говорит нам, что его трактат к тем людям, у которых не было никакого проблеска, он совершенно не собирается его обращать, и да, эта книга не для них. «Зная, что если кто-либо из совершенных желает изложить устно или письменно нечто из тайн, понятых им в соответствии со ступенью его совершенства», у нас есть иерархия этих людей с разного рода освещенными истинными, у кого-то лучше, у кого-то хуже, и вот он в соответствии со своей ступенью пытается это изложить, то он не сможет даже то, что постигнуто им самим, разъяснить вполне отчетливо и упорядочно, так как это принято в иных разделах знания, изучение которых широко распространено, ибо при обучении другого случится то же, что происходило, когда он сам изучал это. Изучаемый предмет будет то появляться, мерцая, то снова исчезать, то сама природа этого предмета такова, велик он или малый. Здесь еще раз, а мы, они теперь явно подчеркивают вот этот самый характер передаваемого знания, которое является ускользающим, мерцающим и которое невозможно воспринять, и поэтому хочешь ты или не хочешь, ты все равно отчетливо и упорядоченно это сделать не сможешь. Вопрос относительно того, почему же Маймонит решает еще и беспорядок здесь привнести от себя, это вопрос, который нуждается в прояснении. Если и так, все равно ничего не получится. Поэтому, когда любой мудрец, познающий божество, Господа и обретший истину, нагревается преподать нечто, относящееся к этой отрасли знаний, то есть к массе Берешит и массе Меркова, но прежде всего масса Меркова, это физики и отдельных частей физики. Он говорит об этом не иначе, как прибегая к аллегориям и загадкам. И мудрецы создали множество таких аллегорий, сделав их различными по виду и даже по роду. И большинство из них построено так, что искомый смысл заключен либо в начале аллегории, либо в середине, либо в конце ее, и в том случае, если не удавалось подобрать аллегорию от начала и до конца, соответствующая желаемому смыслу. То есть, если не удавалось цельную аллегорию создать, то аллегорический смысл находится в начале, в конце или в середине. Иногда им приходилось расчленять понятия, которые они намеревались преподать тому, кого обучали, прибегая, к нескольким схожим между собой аллегорием, хотя само понятие едино. Еще сложнее случай, когда одна и та же аллегория подразумевает несколько различных понятий. Так что начало аллегории соответствует одному из них, а конец другому. Иногда же она целиком касается, является аллегорией двух близких понятий, относящихся к одному виду знания. То есть, другими словами, он говорит о том, что система передачи вот этой самой информации, она всегда является по необходимости, она является аллегорической и существуют различные типы этих самых аллегорий, различные построения этих самых аллегорий. И даже у того, кто пытается учить, не используя аллегории и загадок, в речах возникнет такая усложненность и отрывочность, что она равнозначна аллегоричности и загадочности. Словно ученые и мудрецы движимы к тому божественной воле, так же, как они движимы своими природными состояниями. Ну хорошо, мы здесь, пожалуй, остановимся. Дальше у нас Маймонит продолжит еще немножко эту тему. Тему попытки изложения адекватно тех предметов, которые касаются к массы, мерковая масса бережит. И дальше будет говорить о типах аллегорий, которые он уже, собственно говоря, начал эту тему. Тему различных способов, что ли, аллегоризации. И дальше он чуть подробнее нам напишет, по крайней мере, два разных очень вида аллегории, о чем мы знаем уже в следующий раз. А сегодня мы на этом остановимся. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Вот он написал, наверное, по типу талмуда, который тоже написан неупорядоченно. Ну вот говоришь, что по типу талмуда он написал, да, то есть и считает ли он, что талмуд является неупорядоченным? Тоже отдельный вопрос. И в каком смысле неупорядоченным? То есть является ли структура талмуда такой, что она путает? Или он говорит о том, что высказывания мадрецов талмуда, что они таковы, что они являются отрывочными? Это как бы отдельный вопрос. Но Майманит нигде не пишет, что он подражает талмуду. Скорее он пишет о том, что он подражает писанию. Писание само по себе таково. Оно написано так, что... Его простой смысл взывает к тому, чтобы воспользоваться... То есть он приводит в смущение, и поэтому выясняется, что за ним скрывается олигория. Хорошо, спасибо. Просто он же упорядочил, как ты написал, кодекс. Да, Мишны Тора он упорядочил. По сути дела, получается, что все, что касается закона, пожалуйста, он упорядочил. А все, что касается прояснения, вот он же нам сказал, что я намеком упомянул эти темы. Действительно, он упомянул эти темы. Мы их как-то раз прочитали в Мишны Торы. Но получается, что то, что написано в Мишны Торы, это не что и другое, как что. Как намек. То есть как некое первичное знание, которое, например, мы получаем не как знание, а как доксу, как мнение определенного, с которого нужно начинать теперь все это изучать, понимать. И знание возникнет только тогда, когда мы проделаем определенный путь. Ну, вот этот путь и есть в таком-то смысле, как идти этим путем. Он не сам путь, а как идти этим путем, как двигаться. Это и есть вроде бы путеводитель растерянных. Он говорит о том, как идти этим путем. И вот еще вопрос. Он говорит же, что там как-то какие-то два слоя есть в этих аллегориях. Он говорит, что иногда два слоя. Мы видим, что может и больше слоев. Дальше он будет развивать эту тему про аллегории. Мы более отчетливо увидим эту картину, которую можно назвать типологизацией. А мы будем понимать, какой слой какой в этих аллегориях именно? Или это надо будет пояснять? В каких именно. Он не будет приводить примеры, к сожалению, почти. Поэтому мы будем просто понимать, какого типа аллегории бывают. А дальше нужно будет, читая Маймонида, когда он на какую-то аллегорию указывает, пытаться понять, к какому типу она принадлежит. Все, спасибо. У меня вопросов больше нет. Ну, хорошо. Ну, вот еще есть вопрос. На следующей неделе еще вы улок. Совершенно верно, вот Марина говорит, поэтому следующее наше занятие через неделю. Аминь, 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 аминь. Да, счастливо, и шавот, хак самех. Скоро мы не встретимся, до шавота. Спасибо, хак самех. Спасибо. Спасибо. Разненько, уступающим. Субтитры создавал DimaTorzok